Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и вы снова на моем канале. И сегодня я хотел бы дать таких пару рекомендаций, пару советов о том, как дешево путешествовать по Польше, как сэкономить на этом. То есть это видео будет полезно всем путешественникам, всем людям, которые любят смотреть что-то новое, которые находятся в Польше и хотели бы посмотреть Польшу не только там, где они живут, а более разные и разнообразные места. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, первое. Это путешествие по Польше. Да, конечно, Польшу не назовешь огромной страной, поэтому путешествовать по ней относительно просто. Тем не менее, есть несложные способы сэкономить деньги во время поездки. Например, стоит знать, что самый дешевый способ передвигаться между городами – заранее купить билет на автобусы частных компаний, таких как Польский Бас или Люкс Экспресс. Они занимаются недорогими перевозками внутри страны, а также, как правило, предлагают лучшие варианты поездок в соседние страны. Поскольку между этими фирмами существует жесткая конкуренция, каждая из них старается заманить путешественников выгодными предложениями. И если забронировать билеты заранее, то можно найти билеты по маршруту, например, Варшава-Вильнюс или даже Варшава-Рига за 2 злотых. Это меньше, чем 1 евро, для тех, кто не знает, сколько это 2 злотых. Любителям быстроты и комфорта понравится путешествовать экспресс-поездами Пендолино, которые соединяют крупнейшие польские города. Поездка из Кракова в Варшаву займет всего 2 часа 20 минут, а из Варшавы в Гданск меньше 3 часов. Билеты можно купить уже за 49 злотых, но сделать это стоит заранее. Билеты поступают в продажу за месяц до отправления, и чем раньше вы решите их приобрести, тем больше ваши шансы получить их по выгодной цене. Если вы не успели забронировать билеты заранее, всегда можно попробовать посмотреть предложения автотранспортного предприятия ПКС, бюджетной компании, занимавшейся междугородными автобусными перевозками еще в ПНР. Обычно билеты довольно дешевые. Цена зависит от региона, так как компания была приватизирована и децентрализирована. Но будьте готовы к сюрпризам. Возможно, вы скорее предпочли бы увидеть некоторые из этих транспортных средств в музее, чем на дороге. Если вы считаете, что время – деньги, и если у вас есть возможность заранее тщательно спланировать свое пребывание в Польше, вам могут пригодиться внутренние авиарейсы. Ирландская бюджетная авиакомпания RIN AIR доставит вас из одного крупного города в другой меньше, чем за час. Либо можете воспользоваться такой авиакомпанией, как WIS AIR. Там тоже очень дешевые и бюджетные авиаперелеты. Как вы относитесь к тому, чтобы заплатить 5 евро за 45-минутный перелет из Варшавы в Гданск, вместо того, чтобы ехать 417 километров на поезде или автобусе? Так что, если у вас есть возможность, то можете использовать эти авиакомпании для перелетов. Наконец, поляки очень любят совместные путешествия на машинах, так что достаточно легко найти возможность добраться до самых отдаленных и забытых мест, просто присоединившись к какой-то компании. И самый известный интернет-портал по поиску попутчиков – это, конечно же, сайт BlaBlaCar. Водители вряд ли возьмут с вас больше 10-12 евро, даже если вы проедете через всю Польшу. Следующее – это питание и проживание. Хотя цены в польских ресторанах и кафе не намного ниже, чем в остальной Европе, есть способы наесться до сыта почти даром. Чтобы позавтракать, попробуйте поискать рынки и местные магазины. Фрукты и овощи, молочные продукты, хлеб и мясное ассорти часто продаются по невиданно низким ценам. Свежие местные продукты славятся вкусом и экологичностью. Их обязательно нужно попробовать. Если же все продукты, которые были куплены у вас для завтрака, закончились, что, конечно же, маловероятно, то для того, чтобы пообедать или поужинать, вам нужно выучить по-польски словосочетание «бар млечный», что переводится «молочный бар». Это дешевое кафе, наследство коммунистических времен. И предлагают традиционные блюда польской кухни, достойного качества по низким ценам. Это, конечно, не для гурманов, но, как правило, вся еда там свежая. А заодно вы сможете узнать, что ест большинство поляков по будням. Помните, что маршрут до ближайшего молочного бара – это ваш билет туда, где можно экономно и вкусно поесть. Жилье Золотого правила для аренды дешевого жилья не существует, но, скорее всего, вас очень порадуют цены в хостелах и предложения на сайте AirBnB. В туристических районах часто сдаются отдельные комнаты в частном секторе. Такие предложения обычно публикуются на сайтах aholiday.pl или nocuvanie.pl. Достопримечательности Самое лучшее – это то, что в Польше есть множество увлекательных занятий, которые позволят вам узнать страну, не вынимая кошелька из кармана. Например, для осмотра больших городов в теплую погоду можно использовать велосипед. Цены на прокат очень низкие. Первоначального взноса в размере 2,5 евро хватит на несколько дней, особенно если учесть, что во многих городах первые 20 минут катания бесплатны. Если ездить от одного пункта проката к другому, в конечном итоге это не будет стоить ни гроша. То есть, если вы будете брать велосипед в одном пункте и в течение 20 минут успеете вернуть его на другой пункт приема, то с вас не будет браться абсолютно ни одного злотого, ни одного гроша. Это очень выгодный вариант, если вы хотите просто кататься на велосипедах, можно кататься очень долго. Я в свое время катался целое лето так, поэтому это очень выгодный вариант. Городская сеть проката велосипедов работает в большинстве городов, таких как Варшава, Вроцлав, Аполло, Белосток, Люблин, Краков и Познань. И многие другие. Регистрация в системе занимает не больше минуты. Кстати, она может пригодиться и в будущем, так как эта же сеть есть и во многих других европейских городах. Но, чтобы пройти регистрацию и ваш аккаунт был активен, вам нужно внести на счет определенную сумму. Эта сумма в размере 10 злотых, она должна быть у вас на счету. И это, так сказать, если вы взяли велосипед, чтобы была такая залоговая сумма, откуда будут списываться деньги. Но, если вы будете успевать кататься в течение 20 минут, то у вас будет 10 злотых так и оставаться. То есть, с суммой меньше 10 злотых велосипед просто не возьмется. Это вы должны запомнить. Если у вас будет, например, 9,80, то уже велосипед вы не сможете взять. У вас должно быть на счету минимальная сумма, это 10 злотых. Если вы интересуетесь музеями и художественными галереями, имейте в виду, что почти в каждом таком учреждении есть день, когда вход на постоянную экспозицию бесплатный. В последние 10 лет наблюдается бум строительства новых, инновационных и интерактивных музеев. Их посещение отлично украсит вашу прогулку по польским городам. Бесплатные дни в разных музеях отличаются, так что имеет смысл заранее проверить эту информацию на сайте интересующего вас музея. Это займет некоторое время, но, с другой стороны, вы сможете тщательно распланировать поездку. Нельзя не посетить потрясающий музей Варшавского восстания в Варшаве, музей японского искусства и технологий манго в Кракове или Варшавский музей истории польских евреев Полин. И, наконец, если вам доведется побывать в Польше весной или летом, вы наверняка сможете попасть на сотни бесплатных летних фестивалей, в театры и кинотеатры под открытым небом, на вечеринки и концерты в любом уголке страны. Что же, ребята, на этом я заканчиваю свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и в будущем вас ждет еще больше интересных и увлекательных видео. И все ссылки, которые использовались в этом видео, я оставлю внизу в описании под видео. Всем хорошего дня и пока!